ну а вот смотрите город верхняя пышма иду вот к такому вот музейному комплексу машину поставил вот там вот на ебенях потому что припарковаться невозможно вся парковка забита сегодня воскресенье после обеда и ведь смотрите поток какой людей парковщик запускает машину тогда когда с парковки машина выезжает поэтому мест не хватает ну может быть это правильно может неправильно я не знаю но это его работа ему вопросов нету но есть хитро выебаные водители в основного крузерах или наоборот на каких-нибудь уебанских тачках которые едут по встречке без очереди там потом ругань скандал зачем это надо оставил спокойно в городе машины ну прошелся по дорожке немножко он ромашки цветут я думаю ничего сложного в этом нет значит в этом комплексе мы были с вами вместе в том году жена у меня с детьми уже ушла но они опять пошли в этот в автомобильный зал там действительно очень красивые машины ретро современные советские автомобили особенно классные там эти вот кадиллаки все вот эти крайслер и так далее вот который вот до второй мировой войны машины выпускались очень красивые вещи не очень дорогие но я хочу в авиационный пройти павильон и посмотреть что там на самом деле хоть мне друзья говорили что типа не надо ничего там интересного вот вот хочу вот хочу если говорят ничего интересного значит нужно обязательно сходить так стоит по-моему рублей 250 вон там даже кто-то машет явно не мне конечно ладно так ход 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 на себя все включимся уже павильон я тут себе на него колесики подглядел нормальный на на пойдут гудееровский размер размер не пишут потому что смысла нет размера тут господи господи какой она здоровая одна на вот это колесо стоит как тренивых одно беллаз такой вот это новое колесо вот это вот уже в карьере поездила голове не укладывается как такое вообще можно создать да у нас на урале вот такие вот машины ездят у нас вот это действующий лестницу вот так вот спускают и залазит водитель беллаз 450 тонн в кузов больше чем музей серьезная параду ладно а вот вот это первые беллазы самые-самые первые которые выпускались он по сравнению с тем что сейчас вот там крылья победы нас интересует вот этот павильон нас интересует на входе ел-14 вот там он дальше пешечка стоит и дуглас а за дугласом я не вижу что он там находится вот это вот американский самолет блин вот наверное стрелком в хвосте на самый прикол было службу нести штурмовик пе-2 я его больше представлял снизу голубой краской выкрашивал чтобы земли было хуже видно пикирующий бомбардировщик пе-2 фт но это вот транспортный самолет евгений логинов маршал авиации да был такой чуть-чуть его стали не посадил зарядительство повезло ему что встали номер что-то там было не в порядке у него так хочу стенд это нет здесь здесь стенда нету вот американский самолет бомбардировщик не помню его название но это еще ну да они великой отечественной войне принимали участие но это допотопные это уже устаревшие на тот момент были эти жалючи закрываются у него открываются для лучшего охлаждения это что это у нас такое скоростной фронтовой бомбардировщик сб 2м 100 в 37 году последний выпустили не знаю как он там был скоростной но немцы их шлепали пачками так ладно пойду семья у меня там потерялась павильоне четыре этажа сказано начнем с четвертого и потом спускаемся вниз это полдня ходить может прозрачные двери все дела второй этаж двери открываются двери поднимаются двери закрываются ну че классный лифт да вифи все фигня смотри и фрешка еще где-то тут должна быть что-то полу полу тьма такая вот он знаменитый и 16 немцы его называли рата крыса на момент начала великой отечественной войны это была полностью устаревшая модель и 153 еще хуже битлан на начало войны мы встретили вот с такими истребителями у него даже кабина пилота была не закрыта а вот знаменитый ил-2 задний стрелок есть значит это более поздняя модель ну все спустились на первый этаж вот начнем ну я конечно не авиацион не эксперт так немного интересовался на уровне любителя но судя по тому какое широкое передок у этой машины я так предполагаю что здесь был двигатель звездообразный с воздушным охлаждением насколько мне известно могу ошибаться конечно машина небольшая крайне капризная в пилотировании вот гражданской войне в испании они участвовали боях на хампинголе с японцами маленькая машина от начала великой отечественной войны они уже устарели полностью но воевали до начала 42 года да правильно написано что сначала великой отечественной войны эра бипланов окончательно ушла в каком состоянии хорошем но вот это его двигатель вытащили видим из какого-то болота машина горела явных авиационный двигатель м62 производство 32 88 года ничего себе как долго их производил 50 тысяч штук произведено ну да у нас же Ниву тоже 50 лет производит все плавилось до двигатель горел к заглянем сейчас внутрь самолета штурвал с кнопочкой посередине вот это вот гащуточку открывалось сиденье пилота как будто как кастрюля да такая ну это под парашют потому что пилот садился на парашют сверху его представляю как было холодно в этой машине особенно зимой летать да я не завидую этим летчиком градусник так это у нас як какой-то як ща посмотрим что у нас за як а нет ошибаюсь это миг 3 это высотный истребитель да все правильно не ошибаюсь на больших высотах пойдем в кабину посмотрим это означает что у меня кабина должна была быть герметичная и пилот оснащался прибором для того чтобы можно было дышать кислородом тоже сиденье такое же ну то да тут более современные конечно уже все да представляете где-то насколько я не знаю какой у него потолок был но не 10 тысяч точно наверняка меньше допустим тысяч семь я сомневаюсь что вот эта кабина была герметичной конечно нет тут нету да она не герметично вот этот голубенький вот этот вот флажок с рычажком видите вот это и есть туда подключался кислородная маска максимально зализом корпус уже понимали тогда что каждая клепка дает определенное сопротивление потоку воздуха самолету даже специальным мылом натирали воском не браться это все устаревшие конечно учебный самолет авго 504 у 1 господи каком 13-го года что ничего себе на основе захваченного красной армии была создана его отечественная копия понятно все на тросах битлан это французская машина по-любому господи как на этом летали вообще до голове не укладывается просто в голове не укладывается но это по 2 по 2 многоцелевой самолет и как грузовой и как разведчик он работал и как бомбардировщик ночной девушки на них летали их называли ночными ведьмами и двигатель по работе напоминал швейную машинку очень тихоходный был самолет 12 тысяч штук его произвели 110 лошадиных сил всего лишь 400 километров в час сомневаюсь что он летал на таких скоростях да представляете вот попасться на немецкий истребитель вот такой машине шансов выжить практически не было поэтому они в основном ночью и летали за ссср кто не знает союз советских социалистических республик была такая страна до августа 1991 года павильон с освещением конечно у них тут четко за что я 1600 заплатил я не знаю зенитная автоматическая пушка 40-мм вот такие обычно на аэродромах устанавливали для их охраны 40-м 4 пулемета максима 40-м 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 60-м 40-м 40-м все высотные стремители они в основном применялись для перехвата немецких бомбардировщиков которые имели гербетичную кабину и ходили на высоких скоростях с максимальным потолком там, я не буду врать, но свыше 10 тысяч метров это точно специально у них были, не все конечно, Хенкель 111 по-моему таких высот не достигал но это вот, я так понял, это жемчужина этого музея БФ-109, какая модель, только сейчас посмотрим 109-й, 109-й модель Г это уже ближе к концу войны такие производители да, 43-й, 44-й год выпуск вот на таком самолете летал знаменитый ас немецкий Эрик Хартман для справки он в 42-м году начал служить в Люфтваффе и с 42-го года по май 45-го года он сбил 352 самолета принадлежащих ВВС Красной Армии, да, и союзников 352 самолета он на такой машине сбил это самый результативный ас всех времен и народов вот тут видно, что вооружение снято ну вот, вот здесь фушка устанавливалась вот здесь вот в оттекателе у Хартмана была машина разрисованная такими черными линиями в форме тюльпана и может быть, я конечно не знаю может быть, именно оттуда пошла вот эта песня в черном тюльпане именно он это придумал и Сталин за него, кстати, даже назначал высокую денежную премию тому, кто собьет этот самолет ну, именно с Хартманом кстати, сбив 352 самолета его самого 7 раз сбивали в Чехословакии 8 мая 45-го года сбил он свой последний самолет это был самолет принадлежащий Красной Армии уже было объявлено о капитуляции Третьего Рейха и летчики в небе праздновали победу крутили бочки там различные элементы пилотажа радовались люди а вот ему было не до радости и он сбил именно 8 мая последний свой 352-й самолет и, кстати, очень сильно жалел потом об этом он был арестован американскими войсками и передан в Советский Союз ну, изначально его передавали как военного преступника хотя, какой он был военный преступник он был солдатом своей страны, получается сидел он здесь у нас неподалеку от Екатеринбурга, по-моему, в Челябинске где-то он был в звании майора тогда и, по идее, по различным международным конвенциям он не должен был работать, старший офицер он мог работать только по своему желанию но в НКВД конвенции не читали поэтому его заставили работать хотел он, не хотел, но пришлось в 50-каком-то году, если мне память изменяет он был освобожден и уехал к себе в Германию где тоже был одним из руководителей восстановленных авиационных сил ФРГ и ушел на пенсию в звании полковника значит, он был награжден рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами это самая высокая награда Рейха выше уже не было вот у него был такой рыцарский крест он был такой худенький парнишка ну, понятно, да, видите, да, кабина какая очень узкая как он сюда вообще влазил? да, да к концу войны вот в случае, когда этот самолет сбивали и пилот, если оставался жив он должен был пару приборов оттуда с панели скрутить чтобы отдать своему руководству потому что они были в большом дефиците обычно вот сюда вот они рисовали палочки свои по числу сбитых самолетов ну, у Хартмана было 352 они просто не вылазили они просто делали одну широкую подписывали 100 их было очень много то есть 3 и еще 52 ну, 52 он уже не успел нарисовать вот такой вот был пилот по-моему, 10 лет он у нас отсидел или 8, я уже не помню но это знаменитый истребитель, штурмовик Focke-Wulf 190 бронированный был вообще до нельзя его в основном, конечно же, использовали в качестве именно штурмовика для уничтожения техники на земле как истребитель, конечно, он тоже применялся но тяжеловат он был тяжеловат со 109 он ни в какое сравнение не шел кстати, 109 признан лучшим истребителем Второй мировой войны а это 109 тут немного покомфортнее пилоту было ну, видно у него такое, да? как бы на расширение идет у него двигатель был тоже воздушного охлаждения если кто-то думает, что пуля непробиваемая нет, вы ошибаетесь, все пробивалось на вылет так, сиденье, сиденье какое-то интересное здесь же еще должна была быть спинка вот так а, вон она, которая закрывала ну, тут еще бронеплита вот здесь вот так вот устанавливалась вот здесь вот тут ее нет, она снята ну, вот этот самолет, кстати, он был более удобный в плане пилотирования и посадки а вот на 109 я сейчас покажу вам, из-за чего это происходило на 109 было тяжеловато и молодые пилоты обычно на них ну, необычно был высокий процент аварий при посадке сейчас покажу, из-за чего сейчас я вам покажу, почему на 109 было тяжело летать нет, летать было хорошо в плане посадки было тяжеловато сейчас я вам покажу вот из-за этих вот шасси видите, у него шасси выходят из основания, вот куда прикрепляется крыло уже к корпусу непосредственно видите, вот это тоже и, как правило, молодые пилоты кстати, Хартман тоже один раз так попал неудачно присел шасси сломалось и он въехал в ангар его тогда сильно наказали за это дело потому что он повредил машину а смотрите, у 190-го фокелуифа видите, у него в крыло ходят и вот на такой конструкции посадку осуществлять гораздо проще это, кстати, поздняя модель, да? А8, смотрите 1944-1945 год я даже думал, что это 1945 год 800 км в час максимально еще были ТА-152 на основе Фоккерульфа 190 но тот был более длинный у него был более мощный двигатель но тут тоже, вот смотрите, я вот не вижу вооружение у него снято вот эти вот консоли вешали обычно на крылья интересная машина вообще-то, интересно бомбы дополнительный бензобак интересная какая-то интересная машина вообще это точно вот настоящая это не реплика случайно я говорю, я не авиационный эксперт так, на уровне любителя ну так вот вот именно вот такой самолет сбил истребитель пилотировал который сын Хрущева как его звать как его звать я уже, блин, не вспомню так, Хрущев был Никита Сергеевич а тот, может, я не помню в общем, сын сбил пилот вот именно на таком самолете и Хрущев после войны очень долго искал сына но так ничего найти не смогли то есть у отца не было могилы сына он очень сильно переживал в данном полке, конечно ЮМА 211 так, это фотография вот это его, походу, двигатель а вот это вот рабочая лошадка господина как же он Аста был немецкий блин, не помню который очень много наших танков подбил ЮНКЕС-87, это понятно пикирующий бомбардировщик очень тихоходный был тяжеловато было на нем летать но это вот последние модели видите, у них автоматически эти пушки установлены именно для штурмовых операций он использовался крылья в форме чайки чтобы при пикировании крыло не переломилось Галланд, по-моему, да? Галланд если я не ошибаюсь тоже он получил дубовые листья мечи и бриллианты это, походу, настоящая машина вот осталась да, это настоящая однозначно вот здесь вот свастика рисовалась у них алюминий 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 машина, видите, да? в закомплектованном состоянии ее еще реставрировать где-то ее подняли потому что сиденья все ржавые ну, покрашена, конечно и вот видите вот видите такой просветок окошко такое, видите? вот там вот пустое ну, там устанавливался прицел при пикировании через этот прицел отлично было видно землю видите, вот этот сам тоже так а это какой-то а, ну да все понятно все понятно здесь задний стрелок так подождите это место до заднего стрелка нет, он здесь был все как положено просто да, это настоящая машина настоящая где-то в музее она была сохранена вот сюда вот стрелок задний присаживался серьезная тема, конечно вот тут запчасти от Fockewood 190 это все копанные металлы, конечно ахтонг внимание ну, что-то там срезали ее хотите, я вам покажу немецкую Ниву машины комплект генератора кстати машины запускали вот именно с него запустить двигатель кстати он уже тогда вот на 109 двигатель был вот эти последние модели там не карбюратор стоял там стоял инжектор двигатель двигатель по-моему 1600 ну а вот немецкая Нива Вольцваген тип 82 очень много было их выпущено сколько тут вот количество не указано 1,2 двигателя 50 тысяч 435 штук пулемет можно было установить МГ-34 и МГ-42 а вот там вдали так ну прожектора понятно вот это Лавочкин знаменитый Лавочкин сейчас посмотрим кстати отличный был самолет на конец войны да Ла-5 44 43 44 год их выпускали там по-моему было всего лишь две пушки впереди но очень скорострельные сейчас посмотрим так здесь он тоже без вооружения так я вам не скажу вообще настоящий ли это самолет потому что тут даже вот хотя вот там слева вот видите слева и справа должен быть нету 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 я думаю что это не боевой самолет это уже просто поздняя модель говорю утверждать не буду возможно это реплика да вот две двадцати миллиметровых пушки было у него но если под них попасть это все то я отлетался в кабину заглянем я говорю еще раз я не авиационный эксперт возможно вот эта машина использовалась как учебная поэтому вооружения на ней нет даже места для вооружения нет зеркало сзади с заднего вида зеркало да 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 ну блин ну освещением музея конечно просто блеск как бы салон был не подскользнуться тут и не упасть так вот это что впереди нас я точно не знаю похож вообще на японца сейчас посмотрим чем не самолет Америка Техас ошибся это американская машина ягд 9у ягд 9у наши пилоты считали очень престижным летать на таких самолетах вот это был на конец войны наиболее продвинутой моделью и наши асы истребители мечтали на таких самолетах летать кстати для справки я про Эриха Хартмана сказал что он 352 самолета и не думайте это подтвержденные данные это не так просто что они с потолка взяты самый результативный ас наш это товарищ Кожедуб насколько мне известно он сбил 62 самолета противника а Покрышкин который летал вот она аэрокобра американская машина он сбил 59 но это не из-за того что как бы немецкие асы были лучше наших нет не из-за этого как описывает Хартман в своих мемуарах когда он вылетал на свободную охоту а это как правило было практически постоянно целей для поражения было очень много ну понятно что Красная Армия в конце войны особенно имела подавляющее превосходство авиации и целей было очень много поэтому такие результаты а немецких самолетов конечно было в разы меньше поэтому и побед у наших пилотов было тоже меньше вот она знаменитая аэрокобра П-39 кстати американская армия эту машину на вооружение не приняла здесь двигатель расположен сзади пилота у всех остальных машин двигатель как правило спереди и здесь пушка проходит через распритвал по моему двигателя вот здесь вот она выходила то есть представляете да какой длины или мы могу ошибаться что-то типа такого ну да конечно то есть вал и вал шел через весь корпус машины и вот двигатель сзади вот видите воздуховод воздухозаборник там сзади машина была достаточно тяжелого управления очень тяжело но очень быстроходная и боевые характеристики были вообще одну просто на пределе на тот момент здесь еще и форсаж был и тут всякие различные примочки в плане двигателя вброса определенных смесей чтобы форсировать скорость вот эта вот машина легендарная американцы умели делать вот и нужно отдать им должное они же в первую мировую они воевали уже в конце войны во вторую мировую они тоже вступили в декабре 41 года только вот вооружение у них было достанено достаточно высокому уровню отвези да можно было пилоту катапультироваться очень удобно то есть как в машине дверь открыл вот она дверь да и вышел просто я тесно парашют здесь уже положили бронеплита смотрите вот здесь вот две радиостанции вот воздухозаборник двигатель располагался здесь вот это антенна алюминий но это вот уже чистокровный американец который в советский союз не поставлялся хотя могу ошибаться но я не помню это тоже это по моему мустанг сейчас посмотрим да это у нас знаменитый p51 мустанг вот и пошик они мочили по страшному кстати эрик эрик хардман в своих воспоминаниях очень хорошо отзывается о данной машине по скорости он превосходил его 109 сейчас посмотрим сколько у него так это потолок это потолок 12000 метров 710 не знаю правильно ли эти данные но при фассаже он что-то под 800 по моему разгонялся с копейкой видите 4-х лопастной винт это вообще серьезно это уже можно сказать что эта машина уже как бы готовилась ну в кавычках для третьей мировой вот это вот самое лучшее до прихода авиации реактивный воздухозаборник тоже снизу но здесь двигатель спереди но он видно что большая машина серьезно лепушек он помочил дай бог так надо обойти кстати пока идем хардман с большим уважением относился к советским пилотам да он считал их достойными противниками и определенный кодекс чести соблюдали как немцы ну уродов конечно везде хватает таки советские пилоты а кодекс чести прежде всего заключался в том что если пилот сбитой машины катапультировался с парашютом его в воздухе не расстреливать ну хотя были я еще раз говорю исключения были то есть и наши пилоты этим бывали грешили и немцы тоже но в основном это делали американцы и хардман пишет своих воспоминаниях что я не пойму год то есть германия не воевала на территории соединенных штатов откуда такая была ненависть к пилотам хардман он так и не понял поэтому к американцам он относился крайне отрицательно а советских пилотов он сильно уважал он и пишет в этом своих воспоминаниях кстати вам советую если ну понятно что сейчас продажи такую книгу вы не купите а вот в интернете я думаю воспоминания можно найти вот советую посмотреть смотрите рация какая почитать его воспоминания с плане того что как он описывает вообще свою подготовку летную технику бои интересно интересно можете почитать найти в интернете так а это по моему английская машина все посмотрим халкер по моему да 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 вот он родной точно тоже на момент начала войны 40 42 год не знаю правильно это данные не помогут 30 каком-то году тоже выпускались вот у него по моему там алюминия маловато маловато у него с алюминием так как нам кабине подойти но это настоящая походу машина видите с этой стороны у него устанавливают четыре пулемета и с этим и калибр то какой-то какой-то будет что-то смешной 762 по моему все посмотрим 12 на 7,7 миллиметров пулеметов интересно как это так тихоходный был 529 км в час хотя был в 12 до v-образный 12 цилиндровый двигатель весь карбюратор стоял здесь не было инжектора ну что-то какой-то смешной тут да большое количество пулеметов типа они хотели противниками пулями завалить но пробивной то силы было мало и на дальних дистанциях пулемет малоэффективен вот они по линвизу кстати нам подправляли вот так вот экипировался пилот фунты собачьи дубленка теплые штаны камера пистолет и парашют у него видите на заднице невысокого роста худенький такой мальчишка иначе в кабину он вот я туда точно не залезу в эту кабину мне там не поместится да но это машина настоящая видно сразу так здесь у нас вот это вот вот это не алюминий вот это картон и сзади то сзади по моему вообще парусина была наша посмотреть да 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 это просто тряпка здесь и должен быть у меня да здесь не менее все остальное из парусин у нее по моему крылья тоже были но эта модель я смотрю не это не алюминиевый на тут сэкономили англичане классно к 1 ну и это принципе облегчало машину хорошо такие самолеты вот такие допотопные двигатели устанавливались пятицилиндровые звездообразные воздушного охлаждения авиационный двигатель юнкерс 52 вон видите да транспортный самолет в определенной модификации гитлер использовал такую машину для своих перелетов видите он когда падал загнуло у него как это все настоящее вот это вот настоящий двигатель из третьего рейха ему 80 с лишним лет свечные колодцы свечи закручиваются так это что у нас такое ну это английский двигатель так это япония наконец-то мы до японца добрались 710 лошадиных сил катабуки 3 накаяма по японцам видно что не ахти движок не ахти это у них сейчас класс а вот тогда то у них было все допотопное винт видите из нескольких слоев дерева был это бомбардировщик тихоходных сколько их сбили это вообще одному только я не знаю кому известно их просто пачками сбивали кстати с этим бомбардировщиком связана одна кстати правдивая история когда десант высаживали с него без парашютов нужно было срочно выкинуть наши войска они были тихоходные машины и они подлетали к холмам и можно было ну как сказать типа как на горку спрыгнуть с самолета ну в общем если тебе если ты ничего не сломал то ты уступал в бой если ты ничего если ты все-таки что-то сломал руку там или ногу то ты просто тупо замерзал в снегах вот и все вот так он была такая операция но она естественно провалилась наше гениальное командование в конце 45 года там различные вещи творил особенно когда паника в октябре 41 года началась так вот опять за як-4 вот такие двигатели постановились июма 211 ну да немцы уже в то время делали конечно производение искусства что говорить вот этот двигатель напоминает мне современный двигатель вот возьмите советский союз и возьмите немцы даже по количеству клапанов смотрите здесь 4 здесь 2 на цилиндр а это все мощность это все расход это один из самых знаменитых штурмовиков даже игра есть такая в интернете симулятор ил-2 это уже более поздний момент это модель это уже с задним стрелком изначально стрелка заднего не было они тихоходные но довольно таки прочные ну видно машина серьезно вот их сбивали тоже по первости пачками потом все таки стрелка заднего туда установили посмотрите пинзовоз какой маленький на фарах маскировка пилот 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 люфтваффе в летнем летном комбинзоне 30-40 год Германии такой вот комбинзончик такие вот на нем сапоги вот это молния спереди предполагаете для чего она нужна сзади я посмотрел такой нет то есть если страшно то сзади молния помогла бы ну а это павильон расположен на втором этаже здесь у нас бомбардировщики представлены вон там даже Каталина по-моему представлена сейчас дойдем на нее вон Дуглас знаменитый очень много техники американцы нам поставляли во время второй мировой войны ну для нас это была Великая Отечественная война вообще это была конечно вторая мировая вот это вот вот такие тоже поставлялись насколько мне помнится по Лент-Лизу да они за бесплатно да не за бесплатно согласен с вами все потом выплачивалось после войны ну там по каким-то копеечным ценам но тем не менее а вы думали бесплатно они должны нам поставлять да ну может быть так бы конечно хотелось но тогда промышленность она бы встала просто-напросто промышленность не может любого государства работать за бесплатно но те умники которые сейчас думают о том что они должны были нам поставлять все бесплатно ну что давайте тогда спросим что мы бесплатно предоставили Соединенным Штатам Америки которая вступила во вторую мировую войну в декабре 41 года и кстати кстати именно Соединенные Штаты вели войну на два фронта Германия тоже вела но она не потянула она дорвалась а Америка нет она бы могла и на пять фронтов вести войну с ее экономикой Соединенные Штаты вели войну с Японской империей и с ее союзниками с Германией Венгрией кто там я не буду переселить Болгарии там и так далее ну все союзники которые румыны это интересный истребитель а ну 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 да было такое точно точно поможете видно Дуглас здоровый да? или это уже наш так нет 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 Дуглас все правильно транспортный самолет Дуглас все правильно еще немного помню потом доблестно Сталин приказал кстати слезать этот самолет и это их выпускали у нас в СССР ну там и соответственно под другими логотипами их тоже американцы нам поставляли в СССР 85 мм зенитная пушка это по моему наше производство да немцы выпускали 88 мм зенитное орудие они тоже признаны лучшим орудием второй мировой войны их устанавливали на танк Тигр если кто не знает прямое попадание снаряда из такого орудия пробивало Т-34 на улет ну и стрелька что-то не происходило конечно вы поймите меня правильно я как бы тут не пропагандирую ни нацизм ни фашизм ни еще что-либо я просто говорю просто о технике вот там крайне правый датчик топлива вот видите с оранжевым таким этим или красным или там кружок представляете да допустим вы еще не долетели до своей базы а у вас уже топливо на нуле как жопа жим-жим было понимаю конечно этих летчиков вот такими бомбардировщиками бомбили Токио в 42 году в начале 42 года после того как японская империя напала на Соединенные Штаты и разбомбили морскую военную базу Перл-Харбор вот именно вот на таких их поставили на авианосцы и они взлетали максимально облегченные без пушек без пулеметов правда было очень много канистр с топливом еле-еле под ветер они взлетели отбомбились и потом должны были сесть в Китай но их очень мало село в основном летчики конечно погибли либо попали в плен настоящий это не реплика это настоящая машина здоровый да и вот такие с авианосцев взлетали бредовая конечно была идея но она получилась но это наше это нам поставляли американцы тоже о американская нива лились он самый вот это вот самый-самый настоящий джип вот он вот этот именно с него начали производить все вот эти модели вентилятор обратите внимание электрический вентилятор железный руль нет нет он в этом оплетке я не знаю что это пластик или что-то такое чтобы руки не обжигало холодом отличный аппарат отличный просто потом уже когда по лендвизу их возвращали американцы требовали их возвращать более компактно то есть их под пресс и вот такую лепешку возвращали в США ну что-то вернулись что-то естественно нет потому что уже дружба у нас тогда с ними закончилась и так вот вот такие дела были скоростной тягач вот что у нас здесь у нас экспозиция это поднято но это наша летающая лодка Че-2 да-да-да-да-да москвы дальний разведчик но видимо подняли его со дна досталось бедняге как ни крути алюминий тоже коррозирует особенно в соленой воде так а это каталина у нас вот это вот вот это вот знаменитая американская каталина которая вбамбливала немецкие подводные лодки и топила их на дно очень много подлодок она потопила ну конечно прежде всего она вела разведку морскую охраняла конвои которые шли в Советский Союз и в Великобританию ну и бомбы на нее тоже подвешивались а подводную лодку в принципе можно было из крупнокалиберного пулемета хорошо расстрелять гидросамолет ну так же она занималась спасением жизней тех кто попал был сбит лётчик либо спасали матросов затонувших судов очень много людей было спасено вот на этом самолете ну это тоже нам передали по лентлизу мы в Советском Союзе таких машин не производили ну были что-то подобное вот это вот но вот эти по классу конечно были больше выше вернее блин поплавок какой смотрите здоровенный ну кстати даже в шторм мог садиться на воду ну там если небольшое волнение было просто вот вверх инженерные мысли два двигателя сверху естественно чтобы вода не попадала обязательно размещение в верхней плоскости двигателя и машина как правило вот к самому крыму то есть видите крыло цельное да идёт и всё остальное уже крепится к нему так это прожектора так а это у нас флаг по-моему да флаг 18 пожалуйста 37-го года так калибр 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 сейчас мы посмотрим ну да тут написано орудие флаг 37 более известное под названием 8.8 то есть 88-й калибр вот он шедевр вот такие вот орудия устанавливали на танк Тигр изначально конечно оно предназначалось как зенитное орудие потом его стали использовать где его только не стали использовать вот это орудие обслуживал экипаж ну не экипаж подразделение в составе 20 человек вот 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 к такому тягачу и флаг 18 перецепляли и тащили тут экипаж размещался полугусечный тягач 8 тысяч 8 тысяч килограмм 8 тонн не мог ну и еще тонны 800 на себе хотя двигатель всего их 120 лошадиных сил и вот это что такое у него здесь датчик температуры тут еще тент был вот видите он сложенный останавливался чтобы защищать людей от зноя и влаги когда идет дождь командир отдает боевой приказ экипажу бомбардировщика улыбается такой веселый капитан и его экипаж веселые ребята пункты обязательно чтобы ноги не обморозить ну а все вышел я из павильона ужасное отвратительное освещение вот просто мне не понравилось я не знаю зачем так делают вот смотрите вот не надо как меня снимать это мне не нужен Як-28П расположение реактивных двигателей как у МЕ-262 62 67 вот у него корпус как ракета да видно что после Великой Отечественной войны после окончания Второй мировой войны которая закончилась 1 сентября 45 года в отечественном самолетостроении просто громадный рывок произошел просто громадный видите реставрирует видите вот это все техника это все техника Советского Союза Ладно всем удачи вон там вон Буран стоит какой-то весь обгоревший может быть когда-то будет экспонатом последний так скажем высокотехнологичный летательный аппарат Советского Союза отлично помним я был ребенком когда он садился ну не точно это не точно что это именно тот потому что их несколько было изготовлено для испытаний для полетов там и так далее и только один побывал в космосе все так а это все тут строится реконструируется отличное место отличный музейный комплекс дай бог здоровья его руководителям ну и хозяевам все всем удачи всем пока и вот такая вот женщина крестьянка и рабочий с серпом и молотом вам того же желают все покидать и все